МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А у нас в гостях президент КРО «Семьи России» Оксана Фурса. Оксана, добрый вечер. Салям алейкум. Рады вас видеть, особенно по такой вот хорошей действительно новости, о которой можно рассказать нашим многодетным семьям и не только, другим также льготным категориям о том, какие изменения были приняты в последнее время в наши законы республиканское и региональное законодательство, которое повлияет уже хорошим образом, качественно улучшит, позволит улучшить жизнь наших крымчан, в частности, многодетных семей. Расскажите, пожалуйста, вот, насколько я знаю, совсем недавно состоялась встреча «Круглый стол» при участии главы республики Сергея Аксенова с организациями, которые представляют интересы многодетных семей, и были озвучены там различные проблемы, предложения. Каковы были результаты этой встречи, во что они вылились, и вот какие проблемы были озвучены? Расскажите, пожалуйста. Действительно, в июле этого года у нас состоялся «Круглый стол» при участии Сергея Валерьевича. На данном мероприятии присутствовали также все министерства, в том числе профильные, это Министерство труда и социальной защиты. И мы в прямом диалоге общались, да, как же нам так эффективно получится улучшить жизнь наших многодетных и социально незащищенных слоев населения. И таким, как мамочки, которые воспитывают детей самостоятельно, без отца. И на протяжении полутора лет наша организация регулярно проводила выездные мероприятия, собирала, аккумулировала для себя все те наболевшие темы членов многодетных семей. И составляла свои предложения, направляла правительство. И вот для нас эта встреча была очень долгожданной. Мы очень рады, что правительство слышит нас, и мы совместно можем что-то изменить к лучшему. Вот как раз на этой встрече говорилось о том, что даже та ипотека, которая у нас введена с января этого года, да, льготная, 6% для членов многодетных семей, она не разрешает вопроса для многодетных и получения своих жилья. Это и вопросы земельные, потому как в Крыму до сих пор это очень актуальная тема, и предоставление земельных участков у нас пока реализуется не очень успешно. Но, тем не менее, такие моменты, как компенсация на школьную форму, которая точечно существовала в разных муниципальных образованиях Крыма, первый из которых был, это город Керчь, наконец-таки были внесены изменения в 39-й закон, и такая мера, как компенсация на школьную форму, теперь относится абсолютно ко всем членам многодетных семей, проживающих на территории Республики Крым. Скажите, пожалуйста, каковы условия получения вот этой компенсации на школьную форму? Какие семьи попадают под эти параметры? Кто имеет право на получение этой помощи? На самом деле, внесенные изменения достаточно гибкие, и с большей вероятностью можно сказать, что практически 80% членов многодетных семей могут получить данную норму. Единственное но. Необходимо учитывать, что получение компенсации на школьную форму носит исключительно заявительный характер. То есть для того, чтобы получить подобную меру, законным представителям, опекунам, соответственно, родителям, необходимо будет обратиться в Департаменты труда и социальной защиты с заявлением. Форму заявления можно посмотреть на сайте Министерства труда и социальной защиты либо свободно в браузере ввести. И это приложение к порядку выплаты денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам по очной форме обучения, расположенных на территории Республики Крым. Достаточно легкая форма, понятная, и она действительно поможет членам многодетных семей безболезненно оформить документы. Естественно, к заявлению есть и перечень документов. Если позволите, я зачитаю, какие документы необходимо предоставить. К заявлению прилагаются следующие документы. Сведения о доходах семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации. То есть, соответственно, в этом году у нас предоставление заявления регистрируется до 15 ноября, в следующем году до 1 ноября. Поэтому все уважаемые многодетные успейте воспользоваться данной мерой и обратиться в Департамент труда и социальной защиты с заявлением и приложенными документами. Далее, реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации в случае перечисления компенсации на личный счет заявителя. Документы, подтверждающие приобретение школьной формы. Товарные чеки с указанием наименования товара, его стоимости и печатью продавца. Или кассовые чеки. Утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам. То есть, просто на бумажечке, как у нас это на рынках часто и густо происходит, отрывное без печати, без наименования. Конечно же, в этом случае... Не подойдет. Да, не подойдет, и компенсация не будет перечисляться. Оксана, я прошу прощения. Давайте отметим тот документ, на котором мы сейчас остановимся, и послушаем. У нас есть вопрос от телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Сорвался звоночек, по-моему. Алло. Мы хотим напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию и задать свой вопрос касательно новых мер социальной поддержки для многодетных семей. А у нас в гостях сегодня Оксана Фурса, президент Крымского регионального отделения «Семьи России». Поэтому, если у вас есть вопросы, звоните, задавайте, постараемся на них ответить. Вот мы остановились на перечне документов, которые необходимы для того, чтобы оформить эту... Да, хотелось бы продолжить, что это должна быть справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся научной форме, по основным общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам или по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных осигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов. Так, в случае обращения за предоставлением таких мер в социальной поддержке впервые дополнительно также должны быть предоставлены копии паспорта или документа удостоверяющего личность одного из родителей, копии удостоверений детей и родителей многодетной семьи и копии свидетельства о рождении ребенка до 14 лет. После 14-летия это паспорт ребенка. В случае передачи ребенка под опеку дополнительно предоставляется копия распоряжения постановления об установлении опеки и попечительства. Ну, собственно говоря, это основной перечень. Давайте все же остановимся. Появилась у нас связь с телезрителем, который хотел задать вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, да, говорите. Вы в эфире. Алло, здравствуйте. 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 У меня... Прервалась связь. Материнский капитал. Погромче говорите, будьте добры. Да, ей не дают материнский капитал, потому что с 18-го года у нее только один ребенок, шестой. А пятеро детей куда девать? Не совсем точный вопрос. У вашей дочери шестой ребенок сейчас родился, правильно мы понимаем? В этом году 13 марта. В каком году? Да, 13 марта. В каком году? В этом году, в 19-м году. В этом году, 13 марта. Шестой ребенок. Не дает материнский капитал. Я прошу прощения. Дело в том, что у нас нет такого, что первый, второй или шестой ребенок получают материнский капитал. Есть один из детей, да, числа детей, который как раз-таки дает возможность получения материнского... Вы ранее вообще не получали материнский капитал? Я так поняла, да, если правильно поняла из вопроса, уже отключилась наша телезрительница. Не получали, она говорит, что отказывают в предоставлении материнского капитала, потому что, видимо, как-то вот по датам может быть такое, что не совпадает. Вот сейчас родился шестой ребенок. Там какие ограничения у нас по... У нас, собственно говоря, предоставление материнского капитала продлено, и на сегодняшний день оно активно выдается, эти материнские капиталы. Значит, есть какие-то другие... Причины? Причины, да, которые ограничивают получение материнского... Это надо однозначно разбираться. Поэтому, если, значит, наш зритель смотрит, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, сайт Семьи России, там есть контактный номер телефона, я с вами обязательно пообщаюсь на эту тему, и мы постараемся решить этот вопрос совместно. Да, то есть нужно, если посмотреть документы, да, какие-то уже непосредственно аргументы отказа, почему вам отказывают в материнском капитале, потому что, к сожалению, связь прервалась, и было сложно понять, в чем суть шестой ребенок, а что там, какая причина отказа, не ясно. Ну, и плюс хотелось бы мне еще добавить, что очень часто происходят звонки, я общаюсь с многодетными мамами, мы не любим писать, ну, так вот случается, что многодетные родители, да и не только многодетные, они не любят обращаться в инстанции с письменными обращениями. Ну, и, соответственно, это дает возможность должностным лицам, ну, может быть, в какой-то степени, да, халатно отнестись к своим функциональным обязанностям и устно отказать. Хотя, обращаясь в письменно, они должны в 30-дневный срок предоставить письменный мотивировочный ответ или же отказ. В этом случае отказ возможно обжаловать в судебном порядке. То есть это решение, которое обжалуется. Действие бездействия должно снять. Если оно неправомерное. Если оно неправомерное, конечно. То есть в первую очередь мы можем посоветовать, по крайней мере, нашей телезрительнице, что она должна письменно обратиться. Письменно обратиться. Если отказ все же дают, то пусть это будет письменный отказ. И уже как бы на основании этого можно будет дальше выработать, в каком направлении двигаться и как отставить свои права. Вот вы можете связаться с семьями России, вам подскажут, что делать дальше. Мы говорим о том, да, напомню, что какие новые меры социальной поддержки многодетных семей Крыма были приняты 24 августа, напомним, 2019 года, вступили в силу изменения в закон Республики Крым номер 39 ЗРК о социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым. И вот в этом законе была предусмотрена дополнительная мера поддержки, как мы уже ранее говорили, это компенсация на школьную форму. Мы рассказали уже о перечне документов необходимых для этого. Скажите, вот какое имеет значение доход семьи в этом вопросе? Ну, это справка о предоставлении доходов. Поэтому за три месяца предшествующих подачи заявлению семья обязана предоставить два НДФЛ, которые бы показывали доход семьи. Ну и по сути это одна треть, не более одной трети среднего дохода. То есть сумма это будет составлять по закону не более одной трети от общего дохода. Да, ну и конечно, тут говорить о конкретной цифре не приходится, потому что она будет индексироваться, потому что прожиточный минимум у нас каждый год все-таки изменяется, поэтому это одна треть от дохода среднедушевого на семью за последние три месяца. То есть нет таких условий, что эта семья должна быть там малообеспеченной, иметь статус малоимущей семьи? Нет, в этом конкретно случае нет. Еще что позитивное, хотелось бы отметить, получение компенсации на школьную форму может получить исключительно члены многодетной семьи. Допустим, очень многие наши многодетки сталкиваются с тем, что при назначении пособия ГСМ учитывается доход всех совместно проживающих на территории. То есть туда могут ходить бабушки, дедушки, тети, дяди. И не всегда наши родственники имеют уважительную причину, по которой они нетрудоустроены. В этом случае многодетным семьям отказывают в получении этих пособий. Эта же мера, она относится непосредственно только членов многодетной семьи, то есть мама, папа и их дети. Плюс ко всему, хотелось бы отметить, что данная мера о предоставлении компенсации на школьную форму также сейчас предоставляется матерям-одиночкам, чего тоже ранее не было. Это очень тоже позитивно, потому что многодетная семья имеет статус, да, мать-одиночка как бы не обязательно должна быть многодетной. Но эта мера также сейчас и для них в помощь. Ну, из позитивных мер, если продолжить, я считаю, что очень знаковым для нас является это о получении жилищных сертификатов. То есть такая возможность. То есть в этом законе также предусмотрена еще одна мера социальной поддержки в виде получения жилищных сертификатов? На самом деле это не в 39-м ЗРК, это отдельно принятое решение, потому что это республиканская будет мера поддержки. Она касается не только членов многодетных семей. Эта мера касается всех, у кого родились первый, второй, третий и так далее. И дети после 31 декабря 2018 года, и эти лица считаются малоимущими. Тут как раз-таки имеет значение вот этот статус малоимущих. И статус малоимущих присваивает у нас муниципальное образование по справке. В этом случае у нас предоставляется региональная помощь, в том числе на погашение ипотеки, на кредит, на строительство в размере 857 тысяч, вот приблизительно рублей. Давайте на этом остановимся на минутку. У нас снова звоночек. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот у меня родился шестой ребенок. А мне сказали, что мне не положено получать третьего и последующего, так как я получала его. Вот я о чем говорю. Что-то надо уточнить еще? Ну, собственно говоря, да. У нас возможность получения материнского капитала дает только один ребенок. Вне зависимости от того, сколько. Если это трое детей, то один. Если это будет шесть, то все равно один. Все равно один, да. А один раз дают, да, получается? Да, да. То есть это не на каждого три ребенка маткапитал, это на один раз. Но вы до этого получали уже сертификат? Ну вот насколько я поняла, да. Ну если, да, исходить из того, что мы услышали, то получали. Хорошо, мы сказали еще о том, что вот другим нормативно-правовым актом предусмотрена еще одна мера социальной поддержки. Это такая, как жилищный сертификат. Это находится еще, я так понимаю, в стадии разработки, да? Ну, принятое решение. Сейчас вводится порядок получения, то есть какой пакет документов необходимо для этого получить. То есть, ну, опять-таки, это носит заявительный характер, да. Это члены семьи, которые признаны малоимущими, они имеют право на получение такого жилищного сертификата. Вот если вернуться еще к компенсации на школьную форму, она за счет какого бюджета? Региональный бюджет. Тоже региональный. Да, но кроме этого всего, на круглом столе, когда мы обсуждали меры поддержки, и мы озвучивали, что, допустим, в некоторых муниципальных образованиях поддержка финансовая компенсация выше, чем региональная. Что же быть, да, как в этом случае? Ну, как бы ставится, по нашему мнению, неравное условие. И было принято решение, что муниципальным образованием будет рекомендовано изменить распоряжение, и за счет средств муниципальных должна будет происходить еще компенсация в размере 2000 рублей на физкультурную форму. То есть, ИТУГО, мы надеемся в ближайшем обозримом будущем иметь 3,150 на школьную форму плюс 2000 на физкультурную форму. То есть, это денежные средства региона и муниципальных образований. Я думаю, что это будет очень своевременная помощь, еще очень нужно, очень важно. Действительно, это будет хорошим подспорьем для многих многодетных семей, потому что вот совсем недавно встретила такую информацию в интернете, размещала, по-моему, ГУК, тоже Татьяна, да, также руководитель ассоциации объединения многодетных семей, о том, что у нас, к сожалению, есть даже такие семьи многодетные, где дети по очереди носят рюкзак в школу, да, например, ходят две смены, и с одним рюкзаком идет сначала один ребенок в первую смену, и с этим же рюкзаком идет второй ребенок. То есть, ну, конечно же, ситуация такая критическая, но рюкзак, я не знаю, вот, кстати, не относится к этому. Рюкзак не входит. Нет, мы поднимали этот вопрос, то есть очень четко прорабатывали, потому что очень много при тех мерах, которые были в муниципальных образованиях, возникали такие неурядицы в виде кассовых чеков, как прописывалось, да, школьная форма. Ну, понятное дело, что школьную форму, по сути, у нас никто уже не производит, да, это заменяющая школьную форму. То есть это могут быть брюки мужские, да, и понятно, что размер детский. Рубашка, пиджак, да. И также поднимался вопрос приобретения обуви в виде туфель, возможно ли на эти денежные средства. То есть вот как бы вот это вот мы четко проговаривали, и министр труда и социальной защиты вот со специалистами, они все наши пожелания включили, вот, ну, он будет дорабатываться, вот этот вот перечень четко будет регламентирован. Шаги уже сделаны, я считаю, тоже значительно очень. Конечно, конечно, да. У нас есть еще вопрос, давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите. Алло, вы в прямом эфире. Алло, я слушаю вас, слушаю. Задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В 20-м году у меня заканчивается, у меня же, конечно, с моими детьми 8 лет разница. Получается, старшему 19 лет, он заканчивает техникум, младший, лет 20,5 годика. Я, как многодетный отец, стою на очереди на землю. Получу ли я по окончании 20-го года землю, когда у меня закончится период? Прервалась связь. Прервалась связь, но это очень распространенный вопрос. Спасибо за ваш вопрос, постараемся отметить. Конечно, мы также продолжаем работу по обеспечению многодетных семей земельными участками. Хотелось бы также отметить, что после нашего проведенного круглого стола было принято решение, что при Министерстве труда и социальной защиты будет создан такой орган, как Совет матерей. И он уже создан, куда, соответственно, наша организация тоже вошла. И наши встречи будут проходить раз в квартал с участием главы республики. И будут приниматься решения, как-то пытаться все-таки сдвинуть все наши... Земельный вопрос. И земельный вопрос в том числе. Касательно обеспечения землей многодетных семей. Да. Ну, скажу так, в разных муниципальных образованиях по-разному подходят к данным моментам. Вот, например, в Алуште, если же вы находитесь в очереди на получение земельного участка ближе к 10-20 в начале списка, то есть такая возможность. Вот по нашему разумению, лично моя, да, если вам предоставлено право на получение земельного участка, то это право должно быть реализовано. Соответственно, вы можете обратиться в судебную инстанцию и с просьбой предоставить земельный участок в соответствии с законом. То есть эта норма за вами закреплена. То есть когда вступает в законную силу судебное решение, то даже после достижения 23 лет вашего сына старшего, судебное решение все равно должно быть исполнено. То есть ваш совет, пока сыну не исполнилось, да, там, 20-23 года, да, сейчас обратиться в суд и с иском о том, чтобы суд обязал... Обязать администрацию предоставить земельный участок. Ну, опять-таки... И иметь на руках потом вот это решение, можно спокойно, да, или... Судебное решение – это тот нормативный акт, который должен быть исполнен. Неисполнение судебного решения влечет за собой административный штраф в размере 200 тысяч, либо же и негативный. Наверняка администрация же скажет и в суде выступит, что вот они еще, их очередь не подошла, да? Но это будет подстраховка на тот период, когда уже очередь подойдет, а сыну не будет... Ну, это вот возьмем с вами, к примеру, закон о сиротах. У нас тоже очень часто и на протяжении долгого периода времени бытовало мнение, что сироты могли быть обеспечены жильем только до 23-летнего возраста. Знаете об этом прекрасно. Нашей организации в октябре 2018 года удалось выиграть судебное решение и доказать, что и после достижения 23-летнего возраста человек, имеющий статус сироты, да, который не получил жилье и не получил его не по своей вине, а по вине... Администрации, да, или других органов. Администрации, либо тех учебных заведений, в которых они находились, они обязаны все равно поставить на очередь и предоставить квартиру. Ну, соответственно, для нас, опять-таки, радостно, что в апреле 2019 года это уже не судебное решение, это уже норма, которая закреплена в законе. На уровне федерального заказательства. У нас есть еще один звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Говорите. Алло, вы в эфире. Говорите. Немножко со связью проблемы. Сорвался звоночек. Люди очень хотят дозвониться. Очень много звонков сегодня, но, вот, к сожалению, связь подводит. Срывается звонок. Просим тоже наших телезрителей, что несколько минут после того, как вас соединили, да, оператор соединяет, подождать, на линии не отключаться, и когда будет пауза, мы вас сразу включаем в эфир. Но у нас, к сожалению, уже осталось совершенно буквально там пару минут до конца эфира. Если один звонок мы успеем принять, то... Значит, мы, в принципе, рассказали, да, о тех мерах поддержки, которые на сегодня уже начали работать на территории Республики Крым, и те, которые с 2020 года будут работать. Еще мы не поговорили о компенсации за аренду жилья, да? Да. Есть еще такая мера, очень хорошая тоже, актуальная мера поддержка. С января 2020 года она будет действовать, и те лица, которые не имеют собственного жилья... Это многодетная категория? Нет, это не только многодетные, это лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. То есть те, кто стоят на квартире на очереди, или как это будет определяться? Ну, муниципальные образования имеют, в принципе, реестра лиц, которые нуждаются в улучшении. И в том случае, если в муниципальном образовании отсутствует жилье, которое может быть предоставлено в социальный найм, то этим семьям выплачивается компенсация в размере 50%, но не более 10 тысяч рублей. Что, на самом деле, тоже, по нашему мнению, является... Месяц на аренду жилья. Да, на аренду жилья. То есть человек, например, состоит в очереди, да, на квартирном учете. Ну, по идее, наверное, так это будет проверяться, да, что он, наверное, должен будет состоять. Ну, конечно, он же как бы окажет свой статус, что он нуждается в улучшении. И одновременно он снимает, например, какую-то однокомнатную квартиру, грубо говоря, за 20 тысяч, да, и половину этих денег, то есть 10 тысяч ему будет оплачивать муниципальное образование. То есть совершенно тоже так существенно. Ну, не знаю, это сколько средств нужно будет. У нас достаточно много таких граждан, конечно, на сегодня. Ну, конечно, будет жесткий отбор, естественно. То есть это будут и пакеты документов соответствующие, что человек должен будет доказать, что он нуждается в этой мере. Но, тем не менее, она есть, и мы этому рады. И вопрос бесплатных парковок в муниципальных образованиях, таких как город Симферополь, Алушта, Ялта, для членов многодетных семей, я думаю, тоже не за горами. Этот вопрос также нами обсуждался. Были обещания, что это будет рассмотрен вопрос, и будут вынесены соответствующие распоряжения у муниципальных образований. Для того, чтобы многодетные семьи имели возможность также бесплатно парковаться, да, за счет, наверное, субсидирования. Ну, на самом деле, это не та мера, которая субсидируется, с учетом того, что практически многие парковки – это муниципальные бюджетные образования. То есть это можно сделать себе субсидии? Конечно, конечно. Спасибо большое, Оксана, за то, что вы пришли к нам в студию. Наше время, к сожалению, уже подошло к завершению. Я желаю успеха вашей организации в достижении новых целей, поставленных задач, для того, чтобы жизнь многодетных семей становилась, и вообще в целом семей, да, не только многодетных, и всех остальных, которые проживают на территории Республики Крым, становилась лучше, комфортнее, доступнее, и новые-новые какие-то задачи, которые вы перед собой ставите, чтобы совместно с правительством Республики Крым, совместно с Министерством труда и социальной защиты удалось реализовать. Спасибо большое. Удачи вам еще раз. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я хочу сказать, что мы говорили сегодня о новых мерах социальной поддержки для многодетных семей, а также других граждан на территории Республики Крым. У нас в гостях была президент Крымской региональной организации «Семьи России» Оксана Фурса. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Увидимся в следующий понедельник в 19.00. Оставайтесь на телеканале «Милет». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok